Сергей Викторович, насколько для вас лично было значимо это достижение? Первое место среди лучших российских бомбардиров НХЛ на все времена? Ну, в принципе, за всю свою карьеру особо не думаешь о своей личной статистике, потому что моя позиция центральной нападающей подразумевает собой очень много командных действий. Но, в принципе, после окончания своей карьеры в НХЛ было приятно находиться где-то в такой категории. Второй вопрос. Скажите честно, у вас была цель оторваться от Могильного, обогнать Ковалева, опередить какого-то иностранца. Насколько вы были повергнуты на личной статистике? Ведь от этого зависел размер контракта, это престиж. Ответ банально нет. Никогда даже об этом и не думаешь, когда являешься действующим игроком. Но! Можно добавить к этому моменту, что после каждой игры, как и все, наверное, игроки лиги, я смотрел, сколько я сыграл, сколько смен сыграл, какая статистика на вбрасывание, какая статистика по броскам. Это было важно, потому что, когда знаешь свое время на льду, ты понимаешь, как строить дальше или восстановление, или дополнительную нагрузку после игры. Поэтому еще раз хочу сказать, у меня в карьере так получилось, что у меня нет такого чувства зацикленности на какой-то своей личной статистике. Да, в игре, когда чувствуешь, что игра идет, ты хочешь забить как можно больше или отдать как можно больше. Но это всего лишь эмоция, которая заканчивается с последней сиреной этой игры. А глобально, я думаю, это не про центральных нападающих, которые действительно очень много делают для команды. Вы считаете большим везением, что выступали в русской пятерке. Найти свое звено в НХЛ – это великая удача. А ваша пятерка была уникальной, и с ней вы набрали львиную долю очков. То есть это удача для вас и везение, что выступали в русской пятерке? Я думаю, это не только для меня удача и везение. Я думаю, для всех нас пятерых это было феноменальное такое обстоятельство, где нам удалось сыграть вместе благодаря, конечно же, с Катей Боуману и хоккейному менеджменту в Детройте, которые все-таки решились на эту затею, которую никто не знал, как она пойдет. Почему? Потому что мы сыграли свой первый матч глубоко за декабрь в январе, что ли, в Калгари, по-моему, если я не ошибаюсь. Поэтому везение, удача или то, или другое, или все вместе – это абсолютно верно. И, в общем-то, как игрок, наверное, и ребята меня поддерживают, особо не задумываясь, что происходит. Просто приятно было видеть из разных поколений таких великих игроков, с кем ты вырос в раздевалке. Если пофантазировать, Овечкин мог бы играть в вашей русской пятерке? Если да, то на какой позиции? Ну, Саша, конечно же, мог в нашей русской пятерке играть. И, конечно, на своей позиции. Потому что и я, и Игорь Гларионов, и Слава Козлов – это универсальные игроки. Они могут сыграть на любой позиции. Поэтому у нас и получалось. Слава Козлов начинал, по-моему, как центральный, если не ошибаюсь. Овечкин вписался бы в ваши хоккейные кружева? Я думаю, поначалу было сложно, потому что шайба всегда двигалась. Саша любит владеть шайбой из своей зоны до лицевой линии ворот соперника. Во всяком случае, это его, так сказать, марка в этом плане. Но я думаю, в любом случае мы бы нашли очень хороший общий язык. И, в принципе, с нашими учителями, с которыми я вырос, как Игорь Гларионов и Слава Фетисов, я думаю, мы бы оптимизировали его мощь и силу. На каком из самых почетных мест хранится золотая клюшка, которую вам вручили в Инахаме за 1000 очков НХЛ? И она реально из золота? Золотая клюшка, громко сказано, это не золотая клюшка. Это сделано из серебристого металла. Естественно, она хранится на очень почетном месте. И со всеми призами, которые вообще мне удалось, так сказать, завоевать в своей карьере. В общем-то, как-то быстро время идет. Помните ли вы момент, когда впервые увидели в деле Александра Овечкина? Это был Кубок Мира в 2004 году или еще раньше. Тогда в нем уже чувствовался большой потенциал? Не скажу, что помню, когда первый раз Саша увидел. Был наслышан, когда он начал завивать уже ближе к отметке в 50 голов. Видел его, так сказать, хайлайты. Ну, а когда приехал в Вашингтон, уже поближе познакомился как с самим Сашей, так и с его игрой. Ну, конечно, огромная душа, огромный позитив. Очень мощный хоккеист, но вне хоккея просто отличный парень. Символично, что Овечкин именно Вас считает своим хоккейным идолом. Он об этом много раз говорил в интервью. Ваше отношение к этому факту? Ну, как нормальный человек, наверное, всегда приятно что-то такое слышать. В общем-то, более молодого, так сказать, игрока от более молодого поколения. Если это действительно так, что Саша неоднократно уже повторял, то мне очень приятно, что что-то он нашел в моей игре, может быть. А потом, когда мы встретились в Вашингтоне, что-то он почерпнул из какого-то опыта, когда мы общались не только в раздевалке и на хоккее, но и вне хоккейной ситуации, что ему помогло добиться своих таких прекрасных результатов. В общем-то, это всегда приятно. Ну, конечно же, я не считаю себя каким-то идолом или что-то в этом духе, но мне хотелось бы, конечно, быть каким-то определенным примером. И то, что вот ему недоставало в каких-то моментах, что на поле, что вне поля, надеясь, надеясь, он что-то подчеркнул из нашего общения, когда мы вместе играли в Вашингтоне. А в чем уникальность Овечкина? Почему он смог стать лучшим российским бомбардиром в истории? При том, что он крайне форвард, а не центр, который априори набирает больше очков. Ну, я думаю, что он завоевал свою точку, с которой он много голов забивает. Конечно же, нельзя однозначно сказать, что это единственное его оружие. Но та мощь и то усердие, с каким он тренируется, из года в год показывает приличные, очень приличные результаты. Забивать много – это не значит, что это легко. Это никогда не будет и не было легким товарным знаком. За это он, конечно, пашет во время своего лета, где он может, наверное, отдохнуть в зале и бегает кроссы. Один раз как-то мы в Новогорске даже тренировались вместе. Я, конечно, только начинал, он уже был в какой-то определенной форме. Я его не смог догнать на кроссе. Настолько он серьезно в середине лета уже готовился к следующему сезону НХЛ. Поэтому забивать и показывать такие цифры – это, в первую очередь, сила. И физическая сила. И это понимание, что нужно для этого. Как я уже сказал, это, конечно, приличная подготовка в межсезонье. У кого видели щелчок такой же силы и точности? Похож ли Овечкин в этом на Брэда Халла? С кем вы играли в Детройте в начале нулевых? Ну, конечно, разные игроки. Разная, так сказать, на мой взгляд, техника броска. Разные ситуации. Предыдущий вопрос спрашивал, вписался бы Александр Овечкин в русскую пятерку. Ответ знаете. Но Брэд Халл сразу бы вписался в русскую пятерку. Поэтому это немножко два разных, так сказать, игрока с двумя разными бросками. Но то, что у них очень четкий и точный, ну, у Александра, конечно, сильнее. Вот этот всплеск броска – это абсолютно точно. У Брэда, конечно, сила тоже есть, но не такая, как у Саши. Вот, но Брэд-то очень-очень коротко, без замаха практически всегда бросал поворотом. И он, конечно, тоже универсальный игрок нашего поколения, где комбинационный хоккей был поставлен во главу угла. Овечкин в раздевалке командный лидер. Мог ли он заводить тех же ветеранов? Насколько он реальный капитан, на ваш взгляд? Это точно, что он командный игрок. Это точно, что он лидер. Это точно он может завести не только ветерана, но и молодых ребят своей доступностью, четким выражением того, чего он хотел бы видеть в той или иной ситуации. Но мне кажется, последние 10 лет он посвятил все-таки немножко себе, как стать более командным игроком, как правильно сыграть в той или иной ситуации. Потому что фокус, чтобы выиграть такой престижный трофей, как Кулак Сэнни, фокус, конечно же, крайнего нападающего должен был обязательно сместиться в сторону командных действий. Над этим он работал. Это было видно, потому что Саша иной раз и ошибался. Это нормально. Но, тем не менее, он молодец. Он достиг своего, так сказать, перемещения в сторону командных действий. И, поверьте мне, это нелегко им удалось. Как я уже сказал, заняло минимум, наверное, десяток сезонов. Ваш обмен с Коламбасом именно в Вашингтон получился случайным или так планировалось заранее? Ваши первые мысли, когда вы узнали, что идти в один клуб к Овечкину, Семину и Виктору Козлову? Ну, конечно же, мне не дано узнать, случайно это или... Ну, все обмены в НХЛ случаются по той иной причине. Они проработаны, они выгодны и той, и другой команде. В большинстве случаев. То, что я ехал в Вашингтон, я понимал, что еду, как, наверное, какой-то наставник, наверное, какой-то консультант, наверное, какой-то человек с опытом, который может, наверное, направить первые раунды драфта в правильное русло. Для достижения, конечно, самой высокой цели – это выигрыши по ПК Станин. Лично Вас Овечкин разыграл в Вашингтоне, он ведь очень веселый парень. Саша, несомненно, веселый парень, но я рад, что он не особо ко мне пристал со своей веселостью. Вот тогда все-таки у меня были другие мысли, хотелось еще поиграть, и на достаточно высоком уровне. Я рад, что не было таких больших шуток, в общем-то, потому что мне пришлось бы тогда отвечать, а отвечать уже, наверное, чуть посложнее, чуть посильнее, и я считаю, это был бы не совсем правильный фокус. Вот, в нашем тогдашнем положении. Поэтому, в общем-то, мы работаем над одной целью, как можно лучше оптимизировать и вот эту русскую бригаду, которая в Вашингтоне была. И, конечно, я сразу попал, нам надо было выиграть очень много игр за короткий период времени, чуть ли из 15-ти к 12-ти, чтобы попасть в первый раунд плей-оффа с 8-го места. Что мы и сделали. Насколько этот переход и сам Овечкин дали второе дыхание и другие игроки русские в Вашей карьере? Ну, если хотите, да, но в моем понимании второе дыхание, третье, конечно же, это не совсем правильная формулировка, но то, что заряд бодрости и импульса, мне было очень интересно поработать с этими ребятами, которые, в принципе, воспитывались на каком-то расстоянии от меня. И сравнить свои ощущения детского, юношеского, потом уже взрослого хоккея с их ощущениями, как они понимают игру. И я хочу сказать, что в большинстве случаев мои какие-то мысли на льду очень даже были схожи с этими талантливыми ребятами. Насколько Тахиме Вашингтона помогла сборная, ну и вам лично взять золото в Койбеке впервые за 15 лет для сборной России? Не знаю, я рад, что нас оставили троем. Это был мой первый вопрос, как самого опытного из звена Семин, Овечкин, Федоров, нашим тренерам Вячеславу Аркадьевичу Быкову и Игорю Владимировичу Захаркину. Оставят ли они нас вместе? Потому что я, если честно, признаюсь, тогда в декабре, когда мы, по-моему, встречались, ну где-то до Нового года мы встречались, не совсем видел себя в сборной, потому что, в принципе, много не играл времени на льду в Вашингтоне, не знал, как это все будет. А сборная это был ответственный шаг, потому что мы 15 лет не видели вообще ничего на таком уровне. Поэтому был у нас серьезный разговор, но конструктивный, в таком расслабленном состоянии, но были заданы правильные вопросы, с моей точки зрения, главным тренерам этой сборной. И что и произошло, мы остались вместе, и это, конечно, мне помогло в первую очередь. И я думаю, надеюсь, ребятам помогло, но результат говорит сам за себя, что-то было в этом, чтобы не дергать наше звено из Вашингтона и сделать и оставить нашу тройку для достижения такой цели, как выигрыш чемпионата мира. О чем вы договаривались в овертайме, когда был удален Нэш? А на лед вышли 4 форварда. Федоров, Овечкин, Семен, Ковальчук. Вы отдали золотой пас на Ковин, но до вас доставил шайбу именно Ови. Я не знаю, о чем мы договаривались. Енисия точно припоминает, что надо было оптимизировать и извинтить темп. Это было во втором периоде, когда мы 2-4 уже горели. И не играть в 4 звена, а играть в 3 звена. Это я помню мои крайне нападающие. Просто кричали мне, папа Фед, скажи то, скажи это. Сейчас уже это можно, наверное, поведать болельщикам, потому что после 2-го периода был маленький тет-а-тет с главным тренером. Была просьба в этом ракурсе. Я рад, что тренерский штаб принял это. И мы сумели извинить темп, потому что 3 звена играть немножко легче, короткими сменами. Вот. Ну а в плане овертайма все было понятно. Я должен был выиграть бросами. Вот. У своего товарища, сейчас помню его имя, тоже центральный нападающий праворог, очень мощный, а Шейн Дон. Вот. Ну и потом отлечивал внимание. Он думал, что он сможет меня прессануть прямо при входе в зону. Но я уже видел, что он атакует меня. Он не самый быстрый игрок, допустим, для меня в тот момент. Поэтому мне удалось спокойно развернуться, отдать очень такую опасную передачу. Подкидочек. Да. Илье, и тот молодец, с честью выполнил. Забил. Победный гол. Гол ворота Рейнджерс в овертайме 7-го матча за Вашингтон в 2009 году. Один из самых важных в вашей карьере. Помните эту шайбу? Это было очень важным для организации Вашингтон Кэпиталс. Для меня это было, так сказать, тоже очень важным моментом на моменте. Вот. Он был очень красивым голом, важным голом. Это дало нам право перейти во второй раунд. Вот. Ну и, конечно же, вспомнил, наверное, когда я много очень играл, проводил время на льду, что я могу и как я могу. Ну, в Вашингтоне, к сожалению, это не случилось. Но, тем не менее, в каких-то моментах мне удавалось ярко сыграть. Ну, а радости не было предела, конечно. Ребята понимали, что это был важный момент во всех наших судьбах, карьерах. Потому что нужно было выходить во второй раунд, что и произошло. И все-таки, что не хватало той команде? А что изменилось в Вашингтоне в прошлом сезоне? Ну, той команде не хватало атаки, обороны и вратарской линии. Если так банально сказать, какой-то слаженности, какого-то баланса, какой-то сыгранности. Ну, а в прошлом году у Вашингтона это все было. Но, мне кажется, конечно, русские ребята очень здорово помогли этой команде. Потому что, я считаю, они привнесли что-то такое успокаивающее в игру Вашингтона. Но, хочу отметить, конечно, Сашу, где, в принципе, он был большой частью этой победы. Несмотря на Женю Кузнецова, несмотря на Орлова. То есть, конечно, Саша Овечкин очень много трудился сам над собой. Конечно, Женя провел отличный плей-офф. Конечно, Дима Орлов провел очень хороший плей-офф. Но Саша, конечно, был катализатором всех этих моментов. Конечно, когда ему идет пас, это сразу что-то опасное возникает. Здесь вопрос. Насколько Вашингтон заточен под Овечкина, который в большинстве проводит по 2 минуты. Часто выводит на бросок, он на конечник копе. Это ведь тоже влияет на статистику? Заточен все-таки Вашингтон у него так? Конечно, заточен. А кто не был бы заточен, имея такого форварда с таким мощным, сильным броском, который из игры в игре может забить эту шайбу от борта? С полборта, например. Это да, но, поймите, Вечкин добавил очень много команд на игре, чтобы достичь такого приза, как кубок Стэнли. Случайно ли Овечкин именно в тройке с Кузнецовым, а не с Бэкстримом, провел лучший плей-офф и взял кубок Стэнли? Правда ли, что Центр делает статистику крайне форварда? Насколько велика их роль? Ну, конечно, Центральный это раздающий, который, в общем-то, связывает оборону с атакой и наоборот. Я считаю, когда Брэд Хаус забивал по 80, я думаю, он ему отдавал все эти пасы. Поэтому нивелировать роль Центрального, особенно Жени Кузнецова, нельзя. Но Женя был помоложе. Я так понимаю, Бэкстрим играл уже с какой-то серьезной травмой, поэтому это было нормальное решение. Плюс, когда у тебя два таких Центральных, которые могут здорово ассистировать самому главному, так сказать, игроку, команде, то это здорово, это глубина определенная состава. И не знаешь, кто в следующий раз выйдет с этим. Когда что-то меняется, всегда команда, реагирующая на вот эти смены, она всегда позади. На мой взгляд, это просто глубина состава. И просто Женька молодец. Кузнецов, что всегда нашел Сашу и влился в это, так сказать, очень серьезный процесс. Потому что по Сашке знаешь, он всегда голодный. Он всегда голодный до момента. У него много очень подготовленных игровых ситуаций, где он четко знает, что он будет делать дальше. Вспомните, как во время локалта вы звали Овечкина в ЦСКА. Насколько он был близок к переходу? Овечкин – образец преданности одного клуба. Он в России играет только за Динамо, ВНХЛ, только за Вашингтон? Совершенно верно. Это образец любой составляющей. Звал, не звал это громко. Но был момент у нас, когда Саша просто хотел играть в хоккей. Ну, тогда, будучи главным мэжером ЦСКА, определенное предложение, определенный разговор был. Но дальше этого не пошло. И понятно, почему. Вот. И Саша сделал правильный выбор. Хотя мы об этом тоже спокойно, в принципе, разговаривали. И просто, опять же, разговор был не с тех позиций, что я главный мэнеджер. Конечно, я хотел бы заполучить такого игрока себе в команду. Но и с позицией, наверное, больше, чем дружеской беседы. Мы разобрались абсолютно точно в эмоциях, в ситуации. И поставили все точки над «и». Поэтому Саша решил так, как решил. И, в принципе, я тоже был рад этому решению. Хотя, как спортивный хоккейн человек, где-то какое-то маленькое сожаление было, что мне не давалось получить такого игрока в команду. Вопрос Века. Овечкин обгонит грецкий по голам? Если да, то почему вы в это верите? Что может помочь Саше в этом? Ну, не хотелось бы говорить «да» или «нет». Потому что с Уэйном меня тоже связывают очень дружеские отношения, как и с Сашей. Он мой тоже кумир, как, может быть, я у Саши, допустим. Обгонит, не обгонит – дело времени. Лично я никогда не хотел бы прогнозировать что-то такое, потому что это очень серьезный результат. И у Саши еще, если он нацелен, допустим, какими-то фибрами души на такой результат, то ему придется многое сделать и не останавливаться на достигнутом. И подстроить практически всю свою спортивную и профессиональную жизнь под это. Дай Бог ему здоровья. Пусть забивает, отдает, пусть выиграет Кубки Стэнли. Ну, а рекорды, они всегда бьются. Там посмотрим. Будь вы генменеджером клуба НХЛ и решали бы, вокруг какого российского игрока из топ-10 лучших бомбардиров в истории строить команду, кто бы им стал – Овечкин, Федоров, Ковалев, Малкин, Дацук, Козлов, Ковальчук? Если бы фантазировать, я бы стал строить команду, конечно же, вокруг центральных нападающих с хорошим катанием. А вы сами догадаетесь, кто это. Все, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok